Привет, народ! У меня для вас две новости. С какой начнём? Они важны, они обе плохие. Так вот, источник Hollywood Reporter сообщает, что студии Warner Bros. и сам Джефф Джонс, куратор DC Extended Universe, собираются заменить Бена Аффлека на посту роли Бэтмена. Они утверждают, что Аффлек уже примерил костюм летучей мыши на себе в последний раз в фильме «Лига справедливости» и к образу в дальнейших проектах уже не вернётся. В сольнике Мэтта Ривса главную роль будет играть уже новый актёр. А проблем несколько. Самое главное — это разногласия актёра и подходы студии, которые с каждым днём накаляются всё больше и больше. Говорят, что Аффлеку не нравилось, что Снайдер сделал с БПС, но тогда решил не вмешиваться в работу людей, вроде как разбирающихся в кино, но в этот раз всё пошло под полный откос. Другие причины — это его алкогольная зависимость, ожирение в связи с этим и возраст. Студия боится, что Аффлек может довести себя до такой степени, что просто окажется на грани смерти, а большим франшизам такого не нужно ни в коем случае. Только Warner Bros. могут взять на роль Бэтмена старого актёра, а потом этого старого актёра из-за этого же выгнать. Гениально. В общем, это всё пока лишь слухи от одного источника, но этот источник почти никогда не ошибается. Поэтому остаётся лишь дать опровержение, или, что хуже, подтверждение в ближайшее время. Но если вы считаете, что эта новость плохая, то лично по мне вот это вот звучит ещё хуже. Screen Rant сообщает, что Warner Bros. запускает в производство фильм «Харли Квинн против Джокера». Фильм будет повествовать о противостоянии двух злодеев киновселенной и их конфликте после событий «Отряда самоубийц». К своим ролям вернутся Марго Робби и Джаред Лето. Больше информации сказали ожидать на Сан-Диего Комик-Кон. Вот знаете, просто представьте, какой же это бред идиотский ставить абсолютно пустую пешку Джокера против самого гениального Джокера. Кому это вообще в голову пришло? А самое страшное, что в нашем мире, где феминистки могут просто оклеветать любой фильм в отношении сексизма, Джокер ещё может проиграть Харли Квинн. Короче, это полный ад, ребята, я не знаю. Заморозить разработку Флэша, Бэтмена, Человека из Стали 2, Корпуса Зелёных Фонарей, но зато давать делать вот этот высер и сольники про Бэт-семью, Найтвинга, Бэтгёрл и остальных. Но это полный бред. А ведь вроде недавно вышла Хорошее Чудо Женщина и собрала она просто охренительную кассу. И тут такие новости. Ну, Ворнер, вас 2016 год не научил ничему, что ли? Зачем вы опять это делаете? Короче, надеюсь, всё это окажется дурацкими слухами и у DC всё будет хорошо. Скрестим пальчики и приложим подорожник к таблице их фильмов. Аминь. А с вами был я, Блэкс Инфинити. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу. Пока-пока.